Тут воистину оплатился стих в жизнь, где соберутся двое или трое во имя моё, там я буду среди них. Вот мы с братьями и сёстрами совместными усилиями решили показать реальную ситуацию, картину, которая в миру творится. Я вышел не себя прославить, меня долго вываривали, просто попросили своим примером показать, что это не скачанный из интернета ролик, что это реальные люди, реальные факты, что вот я среди вас, мы находимся среди вас, что это каждый может делать. Кстати, это первый раз такое служение у меня, просто позвонили, попросили, и я сказал, вот я, мне тем более время было. Когда я там шутил, что работаем в тяжёлых климатических условиях, на самом деле не климатические условия, на самом деле такие условия тяжёлые. Сейчас последнее время, наше время последнее, мы часто слышим проповеди, что вот грядёт, грядёт, на самом деле оно уже пришло. Потому что, смотрите, жатвы много, а делателей мало, да? И почему такое происходит? И вот Слово Божие говорит так. «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Ибо кто посадится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того посадится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца своего со святыми ангелами». И прежде всего мы будем отвечать перед Богом, потому что мы спасены по благодати, по милости Божией. Мы получили то, что мы реально не заслужим, да? Но будет время пришествия Второго Иисуса Христа, когда Он уже будет судить по справедливости. И если мы не приносим свои плоды, то вера наша тщетна. Вот мы собираемся здесь славить Господа, что-то пытаемся делать, да, в своей жизни. Ну, результат в делах, а не на словах. Просто если нету дел, то наше прославление, наши разговоры о Боге, это просто религиозная болтовня, скажем так. Вера без дел мертва. Если мы собрались, да, совместно что-то говорим, делаем, но если нету действия, нету результата. И Слово Божие говорит, вот через многих пророков, сам Иисус говорил, да, «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокорящимся Евангелию Божию?» Вспомните, когда приходят фарисеи, да, в церковь молиться, и как грешник, да. Просто если у нас один разговор, верующий на словах, но не на делах, то это чисто фарисейство. И Господь будет судить, да. В какой-то ситуации мы оказались рядом с неверующим, но промолчали. Возможно, человек больше никогда о Христе не услышится. Возможно, он погибнет. Мы будем отвечать, потому что мы были рядом. Возможно, никто рядом не окажется. Вот один раз в жизни, да, вот ситуация так возникла, что мы оказались именно рядом. Если мы промолчим, то человек может погибнуть, и мы будем виноваты в его смерти. Знаете, в моей жизни ни разу не встретился благовестник. Мой день рождения 7 апреля 2011 года. Мне всего два годика, я еще маленький, да. И смотрите, 7 апреля, что это за дата, кто помнит? Благовещение. Именно этот день я покаялся. И я на то время покаялся, мне было 23 года. И мне до сих пор жалко, мне угрызение, совесть мучает, что 23 года я потратил тщетно. Смотрите, какая ситуация. С самого своего рождения я жил в сложных обстоятельствах. Под одной крышей 17 лет прожил с алкоголиком. Круг общения был соответствующий. Это были воры, наркоманы, алкоголики, даже убийцы. Даже убийства на моих глазах происходили, понимаете, насколько это страшно. И я понимал, что грех, да, говорит, ну выкурю одну сигарету, расслабься, там, что-то выпей. Что-то легче, отдохнешь от жизни, расслабишься. Но я видел, как грех опустошает, к чему это приводит, к какой гибели. И все 23 года со мной был рядом человек, которым мы сдружили. Он был христианин, но он не признавался в этом. И 23 года, вот мой длинный путь, да, 23 года я шел, я уже чувствовал, что я погибаю. И случайно узнал, что он верующий. И я к нему пристал, ну расскажи мне, расскажи. Ну ведь погибаю, ну расскажи. Он уже не смог на все мои вопросы ответить, и он привел меня к пасторю. И сегодня, слава Богу, я с вами. Так что, дорогие братья и сестры, мы видим, да, что вера без дел мертва, что мы, как бы, в своей жизни не поступали, люди, прежде всего, на нас смотрят. Мерзкие люди, думаете, они читают Слово Божье, да, в свободное время. В свободное время они пьют, курят, еще что-то делают. Когда спрашиваешь у них, слышали вы об аптизме? Они, нет, а что это за вид спорта? Представляете? Об аптизмах только один человек ответил, ну так определенно, что это такое. Так что, дорогие братья, давайте что-то действовать, предпринимать, дорожить той благодатью и милостью, по которой мы спасены, и будем все-таки что-то предпринимать, что-то делать. Потому что в Божьей мере, в созданном Богом мере, видите, правит дьявол и лжеучителя, и лжепророки. Давайте что-то будем делать и менять ситуацию. Когда мы ждем дорогого гостя в дом свой, допустим, ну, пасыря, да, мы как можно лучше убираем, чтобы все блестело, чистенько было, да, а ведь мы ждем пришествия Христа. И наш дом – это наш город. И мы сидим, ничего не делаем, не убираем, не наводим порядок, чистоту. Как-то очень странно получается. Такое впечатление, что мы не верим, что он придет. Просто наступит время, когда мы будем отвечать за каждое свое действие, за каждое свое слово. Аминь. 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 Аминь.